Сегодня во Франции большой забастовочный день против экономической политики правительства. Протестуют миллионы людей, государственные служащие, учителя, диспетчеры. На переднем крае борьбы таксисты. Они жгут покрышки, строят баррикады, блокируют парижские магистрали, вступают в столкновение с полицией. Об уличных боях во французской столице репортаж Яна Подзюбан. Терпение лопнуло. Забастовка в Париже переросла в столкновение. Заношение оружия, поджоги, беспорядки. Задержаны десятки участников. Но всех не остановить. На улицах миллионы, несогласных с экономической политикой государства. Демонстрации таксистов самые массовые. Над ними сгущается дымовая завеса полиции. Но митингующие твердо стоят на своем, как вкопанные на дорогах Парижа. Главная артерия города, веню Грандарме, перекрыта. Круговая площадь перед Конгресс-холлом вообще превратилась в парковку. Митингующие настроены решительно, порой даже агрессивно. Их плотным кольцом окружают бойцы спецназа. Кое-где местами уже применяют слезоточивый газ. И парадокс, но этот едкий запах смешивается с ароматом жареного мяса. Похоже, водители таксисты действительно надолго. Почему для вас важно сегодня быть здесь? Мы будем здесь столько, сколько потребуется. Сегодня, завтра, неделю, пока нас не услышат. Пока нам не восстановят убытки. За право быть таксистом нужно платить. Лицензия обходится профессиональным водителям в десятки тысяч евро. Но правила писаны не для всех. Так называемая система аренды автомобилей с водителем. Самый известный из них Uber. Такой регистрации не требует. Нет диспетчера, рации или специальной стоянки. Нет расходов. Что и для пассажира делают поездку дешевле. Через приложение в интернете можно вызвать ближайшую машину. Такое Uber такси не будет ждать у подъезда. Или останавливаться у голосующих. Тем более искать клиентов в аэропорту. Но даже при этих ограничениях официальные такси заведомо проигрывают. Доходы упали в последние несколько месяцев на 30-50%. Сегодня водители, которые взяли автомобили в аренду, массово сдают их назад. Люди не могут даже окупиться. Водители, оплатившие лицензию на такси, теперь не могут рассчитаться с банками. Поэтому и банки сталкиваются с проблемами. Это экономическая катастрофа. Нездоровые конкуренции недовольны по всей Франции. В Марселе тоже перекрыты дороги. Они надругались над профессионалами, которые платят налоги. Профессионалами, которые уважают законы. Кроме того, еще и эти американские ковбои. Компания Uber ничего не платит Франции. Они хотят уничтожить нашу систему. Систему, в которой мы живем. На пригородных трассах Парижа уже многокилометровые пробки. Рано утром митингующие перекрыли часть полос дороги на два главных аэропорта. Шар-де-Голь и Орли свободно пропускали только своих коллег. При этом на другой стороне трассы жгли покрышки. Спецназу пришлось оттеснять бастующих, чтобы пожарные смогли добраться до огня. На подъезде к аэропорту Орли водитель маршрутки с пассажирами попытался прорваться через кордон таксистов. В результате один человек получил травму. Водителя маршрутки полиция также задержала. К забастовке таксистов присоединились авиадиспетчеры. Они требуют сохранить прежнюю систему выплаты премий. Каждый пятый рейс отменен. Пока в основном внутренней линии. Интеллигентно, но не менее масштабно бастуют учителя начальных классов. 100 тысяч преподавателей пошли не на занятия, а на марш. Ярко-красные колонны в сердце Парижа. Здесь сразу несколько профсоюзов. К учителям присоединились госслужащие. Мы требуем индексации зарплаты, которой не было уже 6 лет. Франция сегодня страна низких зарплат. В бюджете деньги есть, но они оказываются в карманах акционеров, а не в карманах работников и специалистов. Мы намерены с этим бороться. Мы хотим, чтобы наш профессионализм признали и уважали. Парижская забастовка грозит охватить всю страну. Поддержать бастующих в столицу. Сегодня приехали не только из соседних городов, но даже стран. К масштабному митингу присоединились водители из Испании. Мы здесь, чтобы выразить поддержку французским таксистам. Нам кажется, поддержав их в таком важном месте, в столице, в Париже, мы сможем положить конец этому кошмару. В прошлый раз подобные масштабные забастовки прошли по всей Франции два года назад. Тогда таксисты митинговали почти неделю. Правительство страны пытается избежать повторения ошибки. Этот год – последний в пятилетнем сроке правления президента Оланда, в самом начале которого он обещал справиться с безработицей и выровнять экономику. Известно, премьер-министр страны Мануэль Вальс уже принял делегацию от профсоюзов водителей такси и сделал заявление – насилие на улицах Франции недопустимо, а беспорядки ничто не оправдывают. Яна Подзибан, Алексей Лапушкин, Дмитрий Малышев, Первый канал, Париж.